Келлан Латц. Когда-то он играл красавчика Эммета Колена в «Сумерках», но не в первый, не во второй эшелон звезд Келлан так и не протолкнулся, после не было ни одной работы, получившей высокую оценку. Разве что можно вспомнить его роль Герагла, которая провалилась. Он также немного снимается в сериалах. Станислав Яневский. Крам, Крам, Виттер Крам. Кричали близнецы Луизли в ожидании Кубка мира по квиддичу в четвертой части «Гарри Поттера». Станислав Яневский сыграл роль участника турнира «Трех волшебников» и «Любовного интереса Гермионы». Дальше он немного снимался в фильмах производства Болгарии и Румынии, но то были малозаметные боевики. Ярослав Горнаев. Кто-то еще помнит сериал «Кто в доме хозяин», который показывали на СТС. Ярослав Горнаев сыграл там еще будучи ребенком, это была его первая работа в кино. Потом были роли в сериале «След крымская сакура» из последнего «Неслучайные связи» в 2021 году. Всего на его счету 13 киноработ, но без особых триумфов. Алина Тарасова. Тут, конечно, драма. Алина Тарасова играла противницу Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», помните противную Якушеву? Вот это она! После она еще немного снималась в Маргоше, а затем ушла из кино. Перезапуск папиных дочек ее не взяли, она сходила на костин, но не прошла его на свою же старую роль. Жаль, в новом сезоне ее героине отведена заметная роль. Якушева пытается отбить веника у Даши. Мелисса Джоан Харт. Сабрина, которая маленькая ведьма, навсегда в сердцах подростков нулевых. Тони бежал домой из школы, чтобы включить Сабрину в СТС. После роли волшебницы у Мелиссы были и другие крутые проекты, например, шоу 70К «Мелисса и Джоуи», а еще озвучка персонажей в мультфильмах про Бэтмена и Робоцепа. Жаль, последние годы она практически не снимается, выходит не больше одного проекта в год и все, ноу-нейм. Мэдилен Пэтш. Для ясности, мы уверены, что эту рыжеволосую красотку из сериала «Ривердейл» еще рано списывать со счетов, и она еще всем покажет. Но по факту после закрытия шоу интерес к ней стих, а она пока не набрала больших оборотов. Хоть и снялась в американской версии «Ирония судьбы», «Ирония судьбы в Голливуде» и еще в одном рождественском кино «Отель на празднике». На 2024 запланировано два фильма с ее участием. Что ж, ждем. Иэн Сомерхолдер. Иэн Сомерхолдер, который сыграл главного красавчика в сериале «Дневники вампира», не снимается с 2019 года. Он покинул Голливуд, чтобы уделить больше времени своей семье. Его жена Никири, также известная по роли в вампирском фильме «Сумерки», родила двоих детей. Сейчас главной целью Иэна является воспитание детей, а карьера пока ушла на второй план. Уилу Шилдс. Прим Роуз и Вердин, младшая сестра Китнис из «Голодных игр», сыграла небольшую роль во франшизе, но запомнилась зрителям. Далее у нее выходило от силы по одному проекту в год, но все наунеемы. В наших широтах о таких даже и не слышали. Но у Иллу всего 2023 года еще есть шанс все наверстать.